Грибники в этом году остались без тихой охоты. Обычно в это время на севере республики вдоль дорог всегда продавали грибы. Осенние опята, маслята, попадались даже лисички и белые грибы. Сейчас даже после дождя грибов в лесу нет, рассказал нашему каналу грибник из Каменского района Валентин Котерняк. Даже на моем огороде, там где у меня есть шампиньоны, они очень мало. Ну совсем мало, наверное, я знаю. Десятая часть с обычного. Мы собирали там, я знаю, килограмма три в этом году собрали, больше нет. Вы собрали и дальше они не растут уже, да? Выходят, но сразу вот эта жара и муха, и червивые становятся. Даже маленькие, такие как орехи уже с червяками. Минувшие выходные, как раз когда на севере республики прошел дождь, Валентин отправился в лес, прошел по знакомым тропам. Грибов не обнаружил даже в самых укромных местах, где в прошлом году собирал их чуть ли не ведрами. Вот такой сюжет про грибника из Севериновки мы снимали прошлой осенью. Я выхожу себе из дома, сегодня будем кушать грибы. Значит, иду себе в дикий огород и собираю дикие грибы. На старой компостной куче рядом с домом разрослась грибница шампиньонов. И обычных белых, и королевских – это те, что с коричневыми шляпками. Так что на тихую охоту Валентин выходил каждые три дня. И вот так мы аккуратненько срезаем. Вот такие булочки. Очень вкусно. Смотрите. На днях дождь прошел и на юге Приднестровья. Влага и тепло – казалось бы, самые идеальные условия для роста грибов, но их пока нет. Правда, нам прислали фотографию шампиньонов, которые выросли в огороде среди зеленого газона. Этим грибам повезло. Им хватило прошедшего дождя. Чтобы грибы пошли и в лесу, нужны еще дожди. Влага должна промочить толстый слой подстилки из листвы.